В регионе продолжается реализация проекта «Безналичный округ». По этой системе в некоторых селах уже работают магазины. В скором будущем жители большинства населенных пунктов региона смогут с помощью пластиковых карт осуществлять все безналичные расчеты. «Безналичный округ» – совместный проект администрации Ненецкого округа и Сбербанка. Он направлен на обеспечение доступности банковских услуг для каждого жителя села. Дело все в том, что на протяжении многих лет возникали постоянно вопросы глав администрации, сельских жителей об открытии в тех или иных населенных пунктах дополнительных касс Сбербанка. Это всегда вызывало у нас очень большие проблемы, потому что сейчас очень высокие требования для открытия новых филиалов. Поэтому мы старались удержать существующую сеть, а для того, чтобы обеспечить достойное банковское обслуживание, мы предложили интернет-банкинг. Реализация проекта позволит организовать безопасное и своевременное поступление заработной платы, пособий, пенсий и других денежных средств в населенные пункты округа. Жители смогут совершать на селе безналичные расчеты, в том числе за коммунальные услуги, связь, продовольственную продукцию, товары, народного потребления. По системе безналичного расчета в некоторых населенных пунктах уже работают магазины, хотя к этой удобной новинке сельские жители привыкают с трудом. Введение этих карточек для поселка, это будет, конечно, немножечко, еще народ не сможет привыкнуть к таким переменам. Это надо постепенно. Если они, кто уже пользовался такими карточками, в принципе, они могут уже воспользоваться. А чтобы наличие, конечно, было. Это необходимо. Мне кажется, это уже люди привыкли, не выезжая, расплачиваться за электроэнергию, в бане, например. На сегодняшний день единственный минус в реализации проекта – перебои со связью. Из-за этого случаются сбои в работе терминалов. У нас и сейчас бывают проблемы, например, с терминалом. Если, например, у нас мобильная связь пропала, у нас, например, терминал в магазине не работает. Бывает, что покупатели у нас и нервничают, и проблемы бывают. День не дождем, бывает и два дня ждем. Организаторы проекта уверяют – все проблемы временные. Вводимые новшества делаются для удобства населения. Любовь Пермяков, Владислав Носкин, Антон Водряков, Телеканал Север.